Мы живем в мире парадоксов. Вот я задал себе вопрос. Зачем женщина рождает детей? В принципе, та женщина, у которой нет детей, должна быть более счастливой, чем та женщина, у которой дети есть. Ну, например, та женщина, которая имеет детей, она должна вечно разрываться между мужем и между детьми. Та женщина, которая имеет детей, должна постоянно ночью вставать, когда маленький ребенок, кормить его, смотреть за ним. Та женщина, которая имеет детей, должна менять подгузники, носить горшок. Та женщина, которая имеет детей, должна рано вставать для того, чтобы накормить детей и отправить их в школу. Та женщина, которая имеет детей, должна по вечерам часто сидеть, допоздна со своим ребенком и делать уроки. Та женщина, которая имеет детей, должна носить большой живот, когда беременная. Ох, большая радость, я думаю. А потом, после того, когда родится ребенок, посмотреть на себя в зеркало и горько улыбнуться, потому что она поймет, что уже та фигура, которая у нее была до рождения, уже никогда не вернется. По идее, женщина, которая не имеет детей, должна быть более счастливой и более радостной. Но, парадокс, вы замечали, что те женщины, которые вроде бы должны пользоваться преимуществом, не мучиться, не страдать со своими детьми, часто, когда видят мам с малышами, что испытывают? Горечь. Они чувствуют себя несчастными. Парадокс? Вопрос. Что испытывают особенного женщины, которые родили детей? Мы убираем все негативное, которое сейчас вспоминали, и видим, что самое первое чувство, которое они испытывают, скажите, какое? Радость и счастье. Радость и счастье, потому что взяла на руки впервые малыша, который 9 месяцев был у тебя внутри, ты с ним разговаривала, но ты еще его не видела, и вот первое мгновение, когда ты его увидела – счастье и радость. Нас радует детский смех. Нас радует, когда наши дети становятся взрослыми, взрослеют, становятся самостоятельными. Нас радует, когда они говорят впервые слово «мама» или впервые ребенок улыбнулся, или когда впервые ребенок что-то сам сделал. Нас радует его поделки, его шалости. Нас радует. Особенно нас радует, когда дети спят. Это нас тоже очень радует. Дети рождаются для радости. И сегодня я хотел бы говорить с нами об этом великом чувстве, которое дает нам Господь – радость. Бог нас создал для радости. И вначале я хотел бы, чтобы мы с вами сделали небольшой эксперимент. Испытали это чувство, которое каждый день испытывает наш Господь – радость. Вы знаете, что когда мы здороваемся, мы говорим «здравствуйте». А что означает слово «здравствуйте»? Желаю вам здоровья. Мы говорим «добрый день». Что это означает? Желаю тебе добра. Давайте немножечко сделаем эксперимент и повернемся друг к другу. Пожмем руки и скажем «желаю тебе здоровья». И посмотрим, что с вами будет происходить. Или «желаю тебе всего доброго». Удивительный парадокс. Совсем немножечко мы сделали. Что такое? Скажите, ведь пустяк сказать «здравствуй». Желаю тебе всего доброго. Но я сразу вижу, как в зале появились улыбки. Намного больше улыбок, чем было перед этим. Мы немножечко испытали этого чувства радости. Радость, которая исходит от Господа. Итак, тема наших размышлений. Бог, созданный Богом для радости. В нашей теме есть два важных значения. Или выводы, которые мы можем сделать. Первый, Бог создал нас, чтобы мы были радостными. Бога печалит, когда мы постоянно в депрессии или в унынии. И второй момент. Бог нас создал, чтобы мы Его радовали. Бог нас создал, чтобы мы Его радовали. Когда мы живем, чтобы радовать Бога, тогда мы становимся счастливыми. Давайте мы запомним эту фразу. Этот важный вывод. Когда мы живем, чтобы радовать Бога, мы тогда сами становимся счастливыми и радостными. Тогда в чем же цель нашей жизни? Цель нашей жизни в том, чтобы узнать, каким же образом мы можем радовать Бога. Или что Богу приносит радость. Первое, на что хотел обратить внимание, что радует Бога. Бог наш Творец. И Его очень радует. Рождение детей. Буквально сегодня утром в своей церкви я делал посвящение малыша, которого родители принесли к Господу на посвящение. Родители радуются. Церковь радуется. Когда мы смотрим на эту малышку, она вызывает у всех улыбку и радость. То же самое, вероятнее всего, испытывает Господь. Он любит творить. Бог любит создавать жизнь. И поэтому наш Господь очень радуется, когда рождаются люди. Когда Бог сотворил наш мир, помните, что Он сказал? Хорошо весьма. Это приносит Ему огромную радость и удовольствие. Бог с нетерпением ждал, когда вы появитесь на эту землю. И если вы говорите, моя жизнь никчемная, неудачная, вспомните, что Бог радовался, когда вы пришли в этот мир. И он говорит, слушай, я для тебя приготовил намного больше, чем ты сейчас видишь. Доверься мне. Я могу твою жизнь осчастливить и сделать радостной. Я хочу вместе с вами открыть Псалом 138 и прочитать 15 и 16 стих. Посмотрите, как псалмопевец Давид говорит. В самом зачатии, когда ребенка еще никто не видел, нас видел Бог и уже радовался, что мы придем в этот мир. Он уже видел, какими мы будем. И он уже представлял, что мы можем сделать в этом мире, какую радость мы можем перенести в этот мир. На протяжении всей проповеди я буду проводить параллель с одним библейским героем, которого я очень люблю. Это Авраам. Вспомните человека, который очень долго ждал ребенка, Исаака. И вот, когда он уже будучи старцем, когда все надежды обрести ребенка вроде бы канули, вдруг звучит Божий голос. Через год у тебя будет ребенок. Даже жена стала улыбаться. А представьте, как радовался Авраам, когда увидел малыша. Столетний старец держит радость Господню в своих руках. Что еще может радовать Господа? Бога радует, когда мы любим Его больше всего на свете. Попросите ребенка показать, как он вас любит. Скажите, как он вам выразит свои чувства? Он вас обнимет. И как обнимет, скажите? Он просто вас обнимет. Он так вас обнимет, он так сдавит вам в шею, он покажет, как крепко-крепко-крепко он любит вас, что вы самый ценный для Него человек на всей земле. Бог радуется, когда мы любим Его так, как любят дети нас. И это делает нас тогда счастливыми. Для Бога очень важно, чтобы мы испытывали к Нему эти великие чувства любви. В Евангелии от Матфея, помните, Иисус Христос сказал в 22 главе с 37 по 38 стих. Возлюби Бога как? Всем сердцем, всей душой. Скажите еще как? Всем разумением твоим. Возлюби Бога вот так. Ты думаешь, что твоя жизнь не наполнена счастьем? А возможно, ты больше любишь себя. И если наша жизнь сосредоточена только на нас, то мы никогда не будем счастливыми. Но Бог дает нам секрет. Возлюби Бога полностью, всем сердцем, всей душой. Отдай себя Господу. Помните нашего библейского героя Авраама? Он проходил свой путь любви к Богу. И когда Бог ему сказал, а возьми своего сына, которого так долго ты ждал, которого с такой радостью ты держал на руках, а теперь возьми этого сына, который вырос, единственный твой сын, и что сделай? Принеси в жертву. И помните, когда уже Авраам с печалью в сердце держит нож уже над сыном, в этот момент Господь останавливает и говорит, теперь я вижу, что ты боишься меня более всего. А я бы это слово «боишься» заменил бы другим словом. Любишь меня более всего на свете. Богу приносит радость, когда мы любим Его более всего на свете. Для Бога важно, чтобы наши отношения с Ним были неограничены определенными ритуалами или обрядами. Для Него важно, чтобы наши отношения были живыми и действенными. Пророк Осия об этих отношениях сказал так. Книга Осии, 6 глава, и мы с вами прочитаем 6 стих. «Ибо я милости хочу, а не жертвы, и Бога ведения более, нежели сожжений». Богу приносит радость, когда мы Его любим более всего на свете. Что же еще Богу приносит радость? Богу приносит радость, когда мы с Ним дружим. Ребенок не умеет строить формальных отношений. Он любит и дружит очень искренне. Скажите, у ребенка кто самый первый друг? Мама. В чем проявляется вот эта искренняя дружба ребенка? В открытости. Ребенок, когда еще очень маленький, приходит к маме и рассказывает все-все-все-все-все-все-все-все-все-все-все-все. Он ей доверяет. И это умиляет сердце мамы. Она видит, насколько он открыт, и она видит, что он, она для него друг. К сожалению, в подростковом возрасте теряется у многих эта связь. Но мы видим этот важный момент, что для ребенка очень важно, чтобы родители были друзьями. И это приносит им радость, и радость родителям. В Библии сказано о том, что Авраам был назван, скажите, кем? Другом Божиим. Об этом говорит нам апостол Иаков. Посмотрите пример дружбы. Мы находим книги Бытие, 18 глава, и я хотел бы прочитать с 1 по 3 стих. Книга Бытие, 18 глава, нам рассказывает интересный эпизод. «Явился ему Господь у Дубравы в мамре, когда он сидел при входе в шатер во время зноя дневного. И он возвел очи свои и взглянул, и вот три мужа стоят против него. Увидев, он побежал навстречу им от входа в шатер и поклонился до земли. И сказал, владыка, если я обрел благоволение пред очами твоими, не пройди мимо раба твоего». У меня вопрос. Как Авраам узнал, что это Господь идет? Представляете? Может, по голосу, когда он поприветствовался с ним Господь, и он уловил это. Библия не открывает нам этой тайны, но важный момент, что Авраам настолько дружил с Богом, что когда эти посланцы шли через его оселение, он сразу узнал, что это не просто путники, это идет его друг, это идет его Господь. Помните, насколько искренние были отношения у Авраама с Богом, что когда в этом же эпизоде Господь расскажет о Содоме и Гаморе, как Авраам начнет искренне торговаться с Богом, упрашивать Его, вести счет, до какого числа праведных может сохраниться этот город Содом. Мы видим открытые дружеские отношения. Да и сам наш Господь Иисус сказал своим ученикам, «Я не называю вас рабами, отныне я называю вас». Скажите, как? Вы друзья мои. Иисусу было очень важно, чтобы все, кто к Нему приходят, не приходились из страха или из-за корости, но чтобы не приходили по любви и дружили с Ним. Христос открыл в Евангелии важный принцип этой дружбы. Евангелие от Иоанна, 15 глава, и мы с вами читаем 15 стих. «Я уже не называю вас рабами, ибо раб не знает, что делает Господин его. Но я назвал вас друзьями, потому что сказал вам все, что слышал от Отца моего». В чем суть дружбы? Открытость. Что нам может в этом сложном мире принести радость? Мы с вами говорим осознание того, что мы рождены по воле Бога. Осознание того, что мы любим Бога. Пусть мир рушится, будет меняться. А мы по пророчеству знаем, что будет все изменяться и не в лучшую сторону. Но если мы любим Бога, если мы имеем с Ним искренние отношения, если мы дружим с Богом, наша вера, наша уверенность не пошатнуться. Мы будем жить в радости божественной и будем радовать нашего Господа. Что еще радует нашего Господа? Бога радует, когда мы Ему повинуемся. Наверное, для родителей нет больше радости, когда дети прислушиваются к их словам. Нас печалит, когда мы говорим ребенку «нельзя», а он делает наоборот. Нас печалит, когда мы говорим, что это не подойдет для него, а он нас ослушивается. Я никогда не видел родителей, которые бы радовались непослушанию своих детей. И наоборот, когда вдруг ребенок не слушался, не слушался, а тот прислушался к голосу своих родителей. Это приносит большое удовлетворение и радость. Нечто подобное испытывает и Господь. Для нас очень важно, чтобы мы, для Бога очень важно, чтобы мы были послушны Ему. Это приносит нам радость и приносит радость Господу. Вспомните Авраама. Господь говорит Аврааму, что ты должен встать, оставить свой дом, своих родных, и что сделать? И уйти в другую страну. Страну, где ты не знаешь, что тебя ожидает. Бога порадовало, что Авраам доверился Господу, прислушался к Его Слову. И это принесло благословение потом и самому Аврааму. Богу очень нравится, когда мы чтим Его заповеди. Богу очень нравится, когда мы соблюдаем субботу, когда мы верны Господу в наших финансах, когда мы благовествуем. Богу приносит эта радость, потому что Он видит, они прислушиваются к моему голосу, и мой голос является для них авторитетом. Что еще радует нашего Господа? Бога радует, когда мы доверяем Ему. У меня сейчас сын, подросток, 14 лет. Но когда он был очень маленький, я проводил эксперимент. Я поставил его на край стола и сказал, Богданчик, а ему было тогда, ну не знаю, наверное, годик, и сказал, поставил на край стола, и говорю, Богданчик, прыгай ко мне, и отошел в сторону. Как вы думаете, что сделал мой ребенок? Прыгнул. Он просто был настолько уверен, что папа, ему в голову даже не сбредешь, что папа его не словит. Он настолько доверял своему отцу. Богу очень нравится, когда мы доверяем Его Слову, когда мы можем довериться нашему Господу и Спасителю. Представьте те моменты, которые испытывал Авраам. «Выйди в другую землю». Авраам доверился и пошел. Принеси в жертву своего сына. Авраам доверился и прислушался к голосу Господа. Помните, там на горе моря, когда он вместе с Исааком поднимались на эту гору, и сын спросит, «Отец, а где ягненок?» прозвучит уникальная фраза, которая будет символом доверия. «Господь смотрит». Иегове Ире. «Господь усмотрит». Когда Бог услышал эти слова Авраама, его сердце, наверное, наполнилось таким, такую любовью к этому человеку. «Как он мне доверяет?» Он вверяет себя, своего сына, в мои руки. «Господь усмотрит». Это приносит радость Богу и обязательно, обязательно приносит, принесет радость и верующим людям. В Священном Писании вообще сказано, что без веры угодить Богу невозможно. Что если мы веруем, что Бог есть и ищущим Его воздает, то это обязательно принесет нашу жизнь и смысл, и силу, и изменит нашу жизнь. Доверяйте Богу. Проявляйте доверие в самые тяжелые ситуации. Потому что без веры жить невозможно. Что еще радует нашего Господа? Бог радуется, когда мы пользуемся своими дарами и способностями. Когда мы пришли в этот мир, Бог не просто дал нам жизнь, но уникальность наша в том, что Бог каждому из нас дал таланты и способности. У нас на кухне, в нашей квартире есть особая стена. На этой стене висят все рисунки наших детей. Вот она у нас полностью вся увешана в рисунках. Скажите, почему я развешиваю эти рисунки? Я просто радуюсь. Для меня большое удовольствие и радость, когда я вижу, когда мой сын или моя дочь что-то нарисовали. Я хочу это всегда видеть. И это мне приносит большое удовольствие и радость. А представьте, что делает Господь, когда Он не просто нас создал, но кому-то дал талант играть, кому-то петь, кому-то что-то конструировать, кому-то проявлять милосердие, заботу. Все это создал Господь для того, чтобы мы испытывали счастье. А счастье в том, чтобы мы это не прятали в себе, но отдавали другим людям. Бог дал таланты и способности. Служите и будьте счастливы. Отдавайте, делайте, как делает наш Господь, и наша жизнь наполнится важным смыслом. В первом послании к Коринфянам в 12 главе мы читаем первый и четвертый стих. «Не хочу вас, братья, в неведении оставить о дарах духовных. Дары различны, но Дух один и тот же. И служение различное, а Господь один и тот же. Но каждому дается проявление Духа, скажите, на пользу. А я бы еще добавил для радости. Скажите, когда вы что-то делаете, то, что у вас получается сделать, мы испытываем это чувство радости. Скажите, есть оно у нас? Потому что это приносит удовольствие. Трудитесь для Господа тем талантом, который вам дал. И вы увидите, что поводов для депрессии все будет меньше и меньше, потому что мы выполняем Божье предназначение, которое дал нам Господь. Что еще приносит радость нашему Господу? Бог радуется, когда мы признаем свои ошибки и оставляем их. Для Бога это очень ценно. Скажите, для нас очень важно увидеть, когда ребенок, если совершил какой-то проступок, не просто пересидел в углу, где мы его наказали, не просто под нашим давлением выдавить из него признание, а для нас, как для родителей, очень важно, чтобы ребенок осознал свой проступок и искренне пришел и что сделал? Попросил прощения. Это самые ценные минуты, когда мы понимаем, он осознал, он прочувствовал, и он действительно раскаялся, он сожалеет то, что он сделал. Для нас это радость. О, какая же радость на небе, когда кается грешник. Авраам не был совершенным человеком. Он совершал поступки, за которые ему было стыдно, и за которые он расплачивался на протяжении всей своей жизни. Но что было ценное в глазах Бога? Авраам каялся. Вы знаете, что где проходил Авраам? Он всегда после себя оставлял, скажите, жертвенники. И сын его это видел, и окружающие люди видели. Скажите, что нам приносит печаль? Грех приносит нам печаль. Когда мы видим, что мы согрешаем, и что мы боремся с грехом, наступаем на одни и те же грабли, мы понимаем, что это нас вгоняет в определенное состояние депрессии. Когда же мы изменимся? Но путь к изменению, к искреннему раскаянию. В покаянии мы изменяем свое сердце. Иисус рассказал эту удивительную притчу о блудном сыне, чтобы показать. Бог радуется. Что вызвало радость у отца? Возвращение блудного сына. Бог радуется. А выше, если мы читаем в этой притче, там у нас есть притча о пастухе. Что радовало пастуха? Что он нашел пропавшую пастуху? Скажите, а что радовало женщину, которая потеряла драхму? Она ее нашла. Притча показывает, что Бог радуется и небеса радуются, когда мы каемся. Да, Бога печалит, когда мы согрешаем. Но больше Бога радует наше искреннее раскаяние. В этом наш источник счастья и силы. В первом послании Иоанна, в первой главе, в девятом стихе, Господь говорит нам, как вернуть радость? Если мы исповедуем грехи наши, то Он, будучи праведен, что сделает? Простит нам грехи наши. И что сделает? И очистит от всякой неправды. Мы приходим сюда, чтобы молиться и просить у Бога прощения. И выйти из этого здания должны какими? Прощенными, наполненные радостью от осознавания того, что нас Бог принял. И напоследок, что еще радует Господа? Бог радуется, когда мы славим и благодарим Его. Когда мы доверяем, когда мы Его любим, когда мы считаем Его своим другом, когда имеем неформальные отношения, когда мы раскаялись пред Ним и нет между нами барьера следующий шаг или эпогель, это восторг, это восхищение, это поклонение Ему, славословие и благодарение. Я думаю, никогда родителей не утомляет их слух, когда дети говорят спасибо. Мамочка, я так тебя люблю. Кто-то уставал от таких слов? Скажите. Кто-то уставал от таких слов? Мамочка, я тебя люблю. Вам приносит эта радость? Еще какую? Еще какую? Богу радостно, когда дети поклоняются Ему, Его дети, когда дети возносят Ему хвалу. Авраам строил жертвенники всесожжения, где возносил благодарности нашему Господу. Апостол Павел в послании к евреям говорит нам удивительные слова. 13 глава и 15 стих. Итак, выйдем к Нему. 13 глава и 15 стих. Итак, будем через Него непрестанно приносить Богу жертву хвалы, то есть плод уст. Что будем этими устами делать? Прославляющих имя Его. Чем мы будем заниматься здесь? Ныть, что у нас не получилось ничего? Говорить, что все пропало? Что когда я пришел в церковь, я все потерял? Наверное, мы до конца не поняли Бога. Возможно, для нас суббота не есть та радость. Возможно, до конца мы не осознаем, что сделал для нас Бог. Вернитесь к Нему. Приходя сюда, мы должны петь в восторге. Не ныть под музыку, опять в восторге. Наше сердце должно ликовать от того, что мы спасенные, что мы имеем залог вечной жизни в себе Святого Духа, что Христос скоро вернется, и мы будем в Его Царствии. Мир рухнет, но мы будем жить вечно, так говорит Слово. И сердце наполняется от этого хвалой и благодарности нашему Господу. Хочу с вами прочитать Псалом 68. Хочу, чтобы мы прониклись Духом Давида, который славил Бога такими словами. С 31 стиха. Я буду славить имя Бога моего в песне. Я буду превозносить его, в чем скажите? А ну еще раз скажите, я не услышал. Словословие. И будет это благоугоднее, лучше всего это будет, нежели волн, нежели телец с рогами и с копытами. Это будет благоугоднее Богу, когда мы здесь не говорим о политике, не говорим о том, что нас разделяет, а когда мы здесь видим только Господа и в Нем черпаем силу, вдохновение и радость. Бог создал нас для радости, но подобно нашим детям, мы Ему приносим не только радость, но и печаль. Бог опечалит смерть. Христос стоит у могилы Лазаря и плачет. Его тревожит смерть. Он любит жизнь, Он не создавал смерть. И смерть каждого человека для Бога большая рана в сердце. Бог опечалит, когда люди не желают прийти к Нему. Он плачет об Иерусалиме. Иисус плачет об Иерусалиме, который держит Библию в руках, а к Богу повернуться не хочет. Иерусалим холодный, чопорный, аристократичный, но не духовный. Не любит Бога, не имеет к Нему доверия. И как бы Иисус не стучался в двери сердца Иерусалима, Иерусалим оставался холодным. Это печалит Бога. Иисус плакал об этом городе. Бог создал нас для радости. И в этом желании радовать Бога нет ни капли эгоизма. Бог желает, чтобы мы радовали Его, потому что только тогда мы будем чувствовать себя счастливыми и радостными. Роберт Интерсол сказал так, способ быть счастливым это сделать счастливых и других. Радуйтесь тогда, когда вы радуете Бога. Радуйтесь, когда вы помогаете и приносите радость другому человеку. Так жил Иисус. Он радовался птицам полевым, сеятелю выходящим на поле, который сеял зерна. Иисус радовался ребенку, который приходил к нему и просился на руки, чтобы он благословил его. Иисус радовался юноше, который соблюдал заповеди Божьи. Иисус радовался, когда женщина, которая много лет болела, исцелилась. Христос радовался, когда прокаженный становился другим человеком и возвращался к жизни. Он радовался дружбе с двенадцатью мужчинами. Ему приносило удовольствие каждая минута, проводимая с ним. Он радовался утренней молитве. Он радовался ночному бдению. Он радовался, когда читал Библию. Он радовался, когда рассказывал о Боге. Он радовался, когда видел, как меняется сердце людей. Ему это приносило колоссальную радость и удовольствие. Иисус радовался, потому что радовал Бога и радовал других людей. Сегодня, вот сейчас, в эту секунду, Иисус говорит к нам, к тебе, здесь, сейчас, перестань хныкать, перестань жалеть себя, войди в радость господина своего. Войди к Господу, пусть Он благословит тебя, в Нем настоящая радость. Поэтому нас Господь создал и для радости, потому что радость в Господе. Аминь. Я приглашаю, чтобы мы могли помолиться. Великий наш Господь и Бог, Творец Вселенной, благодарим Тебя за то, что Ты дал нам жизнь. Благодарим, Господь, что Ты радуешься, когда мы поднимаем свои взоры к Тебе. Благодарим Тебя, что Ты радуешься, когда мы сейчас молимся, что наши сердца открыты и Ты можешь Своим Духом влиять на нас. Спасибо Тебе, Великий Господь. Спасибо, что в это тяжелое время мы можем искать источники жизни и силы у Тебя. Благослови, пожалуйста, нас. Помоги взирать на небесное, а не на земное. Помоги всегда видеть Тебя, Господи. И помоги, чтобы наша радость была искренней, наполненная Тобой. Благослови каждого, кто сейчас молится. Особенно молюсь о тех, кому плохо, душевно, эмоционально. Пусть, Господь, их руки вознесутся к Тебе. Пусть молитва обратится к Тебе. Господь исцели сердце. Благослови. Во имя Иисуса Христа мы просим. Аминь. 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 Аминь.